Всем привет, с вами Дмитрий Кухтинков и Артур Качанов. Сладкая парочка, но не подумайте плохое. Рад представить вам. Артура, мега супер тренер, бизнес тренер, мой личный наставник. Я рад, что я с ним познакомился, судьба, так сказать, свела, благодарен. И хотел задать ему пару вопросов. Меня давно, кстати, это очень сильно интересовало, но не хватало времени спросить, как ты пришел в бизнес? Какой? Прямых продаж. Друзья мои, расскажи, как я пришел в бизнес прямых продаж. Что тебя смотивировало? Что меня смотивило, да? Вы знаете, жизнь – это игра. Вот мне нравятся такие моменты, как бы эмоции, знаете, человеческие эмоции, да? И когда вы продаете что-то, получается эмоции. Люди, по сути, свои, они не хотят платить. Вот все не хотят платить. Они хотят зарабатывать, иметь, но не расставаться с деньгами. Вы знаете, я получал кайф огромный, когда я что-то предлагал, человек отказывал. Я подумаю. И это заставлял мой мозг работать. Это заставлял мой мозг придумать схемы. Это заставлял мой мозг такие прикольные вещи творить вообще. Классно. То есть вот именно игра мне прилегала, да? Не деньги. Потом это уже, соответственно, пошли недели. В компании как Вест, ты знаешь, да? Я, наверное, пятое место в мире по продажам, ребята. Я продавал и по рекрутингу. Легко все. И поэтому вот для меня продажи, это продажи самого себя. Вот смотрите, да? Вот видите, классная вилка. Она супер, классная такая, обалденная. Представьте, золотая. Но люди не купят вилку, если вы не умеете ее правильно предложить, да? Золотой вилкой. Или нож, или ложку, или тарелку. Не без за честакан. Люди покупают вас. Если вы не уверены, если вы боитесь, если вы, никого нет, да, мямлите, если вы заикаетесь, к примеру, да, не знаете, что сказать. Если вы глаза убираете, видите, я сегодня вас внимательно. Не бойся, я не гранатизирую. Да, к примеру, да? Или вы глаза убираете, вы как не уверены. Люди это чувствуют. Друзья мои, в продажах есть два варианта. Вербальное общение, невербальное. Вербальное. Когда мы вот, да, общаемся вербально, а при этом в себе у вас денег нет. У вас нет денег, к примеру. А вы показываете себя крутым, да? Вы понимаете, что люди это чувствуют? Вы не можете человека обмануть. Нереально. Люди это чувствуют, что вы обманываете, к примеру. Не нужно обманывать. Будьте откровенными. Играйте, играйте. Жизнь – это игра. Играйте. Кстати, вот, да. Легко, 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 легко. Второй вопрос. Легко играйте. Какие нужно развивать именно качества в себе? Качества, рассказывайте. Первое. И первое качество, когда приходишь в бизнес, первое качество – это что? Это вы должны четко видеть картину завершенного процесса. К примеру, вот это, смотрите, покажу. Это пазлы, пазлы, да? И вы видите, вот это все пазлы, понимаете? Кусочки. И вот видите, какой парус некрасивый, да? А представьте себе такую ситуацию, что вам показали вот это. Это вы не видите, а вам показали вот это. Когда вы приходите в бизнес, ваша задача – увидеть вот это. Но если у вас нет видения, что вот это будет, то это вас не впечатляет. Когда я прихожу в бизнес, я не вижу вот это. Я вижу много маленьких кусочков, которые вместе соединят все в единую картину, понимаете? Я вижу видение у меня есть, видение. Я знаю, что будет много отказов. Многие скажут, что я по барабану. Многие скажут, что это все, это по барабану все. И самое интересное, я просто иду и вперед. И знаете, что произошло сейчас со мной? У меня организация 14 тысяч человек. Мой доход составит очень серьезные деньги, ребята. И самое интересное, я это сделал как? Легко, из песни. Очень важно иметь видение. Смотрите, покажу вам. Как вы думаете, когда человек готовит шашлык? Разве он видит вот это? Нет? Видите, это и остатки, да? Когда человек готовит шашлык, знаете, что он видит? Вот это. Он понимает, что когда он готовит шашлык, он потом его продаст, заработает деньги и дает дом на рублевке. К примеру, он же не видит вот это. Он видит вот это. Ваша задача иметь видение, что вам даст структура. Огромная структура, что вам даст. Дима, что тебе даст, к примеру, возможность получать, давай немного, 100 тысяч баксов в месяц. Небольшие деньги. Но это как средние деньги, не громадные. Вот ты имеешь с завтрашнего дня 100 штук баков ежемесячно. Изменится твоя жизнь? Ну, конечно, изменится. Я осуществлю одну из своих месяцев. Буду путешествовать. Смотрите, путешествовать будет, да? А давайте каждого спросим, ребята. Леночка, она снимает, но снять можно и Лену. Леночка, скажи, пожалуйста, когда у тебя будет 100 тысяч долларов, что ты будешь делать? Куплю квартиру в Москве. Куплю квартиру в Москве. Давайте дальше, продолжаем. Да. Спросите Артура Качанова, когда будет 100 тысяч долларов. Да, да, да. Что будете делать? Когда будут 100 тысяч долларов иметь? Да. Будет желание заработать миллион. Ребята, мне нравится процесс. Не сами деньги, а процесс общения, коммуникаций. Когда, знаете, знакомство с новыми людьми. Да, знакомство с новыми людьми. Мне это вдохновляет, я получаю кайф от этого. Друзья, я занимался по Сетевым, даже если бы не платили. Полный крэзи. А тут, начало, в Ютьюбе были. У нас, кстати, был гонорологичный гамам. Ну, представляете, да? Ребята, если бы не платили бабки, я бы этим занимался. А здесь еще платят. Леша Фабин сказал такие слова. Меня с этого бизнеса даже палки не выгонишь. Гарина Бодрага. Каля. 100 тысяч баков в месяц. Отлично. Первая очередь, квартира в Москве надо восслабить все это. Это мои первые планы. Видите, да? То есть у каждой есть конкретная цель. Не просто цель потусоваться, а конкретная цель. Пожалуйста, Никита. Я даже затрудняюсь, что мне сейчас сказать, придумать. Ну, с утра у тебя 100 штук уже. Думать не надо надо. Месяц. Яхта, яхта, ты забыл? Мы ехали мимо. Да, я куплю поезд и буду на этом поезде собирать всех людей. Свою команду. И опять же путешествую. Путешествовать. Танечка, пожалуйста. Ну, у меня, наверное, совсем более скромные планы. Я хотела построить новый дом. Комфортный. Ну, и обеспечить себя, свою семью, образование дать детям, внукам. И больше работать. Я тоже, как и Артур, очень люблю людей. И в отличие от него как раз и работаю. Пока что с минимальным, скажем, доходом. Ну, мы похожи. Но с упорной целью. Хорошо. Ребята, а тебе скажу, смотрите. Простую элементарную вещь. Она будет простая и банальная. Как вы думаете, в чем разница? Между супер-мега-успешным человеком. Мега-успешным и богатым. И между тем, который думает, хочет, но ничего не имеет. Как вы думаете, в чем разница? Я задам вам всем простой вопрос. В чем разница между тем человеком, который видит цель, добивается цели, и между тем человеком, который видит цель, но не добивается результата. Он видит, но не добивается. Я считаю, что один работает, а другой думает действовать. Один идет к человеку. Здравствуйте. Можно посидеть? Пожалуйста, пожалуйста. Смотрите, да? Я присвиделюсь. Мне не надо. Поживем все. Я начинал бизнес 19 января. 19 января того года. В бизнесе я год. Посмотрите. У меня есть знакомый, который имеет свой бизнес. Я человеку задаю простой вопрос. Москвичу имеющий бизнес. Скажи, сколько ты имеешь денег? Обычно мало кто говорит. Согласны? Мало кто говорит. Никто не говорит. К примеру, смотрите. Человек имеет серьезный бизнес. Автосалон. Как вы думаете, он имеет миллион долларов в месяц? Да. Нет? Нет. Сейчас бы. Он имеет 100 тысяч в месяц? Только не заработанных денег, а те, которые остаются ему. Бал может быть. Бал может быть. Бал может быть. Может, да? Бал. Задаю второй вопрос. Если у него развалится его компания, и он закроет компанию, будут иметь деньги? Нет, конечно. Кроме долгов, ничего. Другой момент. Он заболел. Не дай бог. Умер. Его дети будут иметь доход? Нет. Все, опять нет. Развалят. Берем другой момент. Человек-адвокат в Москве. Крутой парень-адвокат. Супер-мозговой центр. Адвокат, да? Он имеет кучу клиентов. Но не дай бог какое-то ДТП. И он не может общаться. У него инсульт-инфаркт. Он не может говорить как адвокат. У него будут доходы? Все кончено. Все? Ему бизнес акронты? Все, нет бизнеса. Как же он же был? Он же был хороший парень. Известный адвокат в Москве. Смотрите. Когда вы имеете резидуальный доход, то деньги поступают даже тогда, когда вы спите. Когда вы едете в Египет, когда вы едите в Дубаь. Это не имеет какое-то значение. Это производительный доход. У Орен Бафов богатый человек на европе. Уолен Бафов богатый. Знаете такой человек? Уолен Бафов. У женщины как пассивный заход? У него все деньги инвестируют в источники пассивного дохода. Пассивный. Как подумать, Роберт Киосаки-эмиллиардер? Роберт Косаки. Простой человек. Он пишет книги, и у него есть резидуальный доход. Смотрите, да? В учебной центре. Вы согласны? Резидуальный доход, да? Да. Давайте возьмите такого человека, как Нинхо. Это мой спонсор. Его доход составляет огромные деньги. Огромные деньги, миллионер. Почему? Потому что он помогает мне, Дмитрию и вам заработать деньги. Имеет маленький дивиденд, маленький процентик от дохода каждого человека. Компания МТС, скажите, это сеть? Сеть. Это сетевой маркетинг? Ужасный. МТС это ужас. Вы что? Как, это сетевой маркетинг МТС? Да. А Билайн тоже сетевой маркетинг? Ужас. Так вот, Игорь, это плохо. Друзья мои, не хочу вас пугать. Это сеть. Смотрите, что происходит. С каждой проклаты человека, который покупает карточку, пополняет Билайн, компания зарабатывает деньги. Скажите, если бы вам компания Apple предложила от каждого проданного компьютера, телефона, смартфона иметь маленький процентик. Вы бы согласились? Да. Конечно. Что предлагает нам компания Top Fusion? Подключить всю Россию в нашу систему, чтобы все пользовались нашими видеокоммуникационными инструментами, да? Как Skype. И компания Skype известная, да? Многие из вас пользуются Skype. Скажите, когда вы общаетесь и рекомендуете другим людям пользоваться программой Skype, вам в Skype платить деньги? Опять нет, ничего себе. Я опять не попал, да? Нет. Так что компания Top Fusion предлагает каждому предпринимателю, не имеет значения, какой бизнес, иметь инструменты и пользоваться этими инструментами. И если человек говорит «да», то компания вам платит маленький процент с каждого пользователя в России, в Украине, в Казахстане, в Японии, в Корее, в Китае. Поэтому у меня за год организация 14 тысяч человек, и ежедневно добляется 100 новых партнеров. Вы знаете, в чем разница между партнерами и клиентами? Как вы думаете, в чем разница? Кто знает? Есть партнер и есть клиент. В чем разница? Партнеры зарабатывают, клиенты просто пользуются. Да. Партнеры – это те, которые что делают? Зарабатывают деньги, да? А клиенты – это те, которые просто пользуются. Потребители. Потребители, да. Все элементарно просто. Лена, скажи, пожалуйста, вот еще тебе такой вопрос. Вот для многих людей бизнес – это понятие, знаешь, какое? Жесткие игры, русский стиль, да? Конкретика такая. Они все такие люди, бизнесмены, такие, нет, нет, серьезные, уставшие, предэнфарктные, предэнфорктные все. Да, у них такие бедные, такие богатые, что у них даже нет время на улыбку. Но они все серьезные, да? Лена, как ты делаешь бизнес? Как достигаешь результаты? Как у тебя вот это выходит? О, так, легко? Легко, легко. Как ты делаешь? Да, делаешь все это легко. Потому что ты можешь привлекательная, блондинка. Ты красивая, ноги, тебя, руки там все установят. Во-первых, я блондинка. Ты блондинка, да? Да, блондинка. Окей, супер, это уже круто. Дальше. Я очень красивая, счастливая и сексуальна. Это здорово, это классно, это чувствуется. Вот, наверное, вот это мне помогает. На сегодняшний день все мужчины мои. То есть важна нужна личная харизма? Это важно? Да. Развязать свой личный бренд, свою харизму, быть открытым человеком, не быть нормой, не быть хамом, не быть грустным, печальным, и одиноким, и больным. Важно? Важно. Супер, классно. Друзья мои, в этом вся афишка. С вами был Артур Хаччадов и команда TalkFusion International. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok